РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕВАНГЕЛИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 11 по 16. Давайте послушаем. И глагол Ахим, и жеащий пустит жену свою... Он сказал им, кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Евангельское чтение, которое мы только что услышали, состоит из двух частей. В первой Господь отвечает фарисеям, которые пытаются получить от него ответ на вопрос, в каких конкретно ситуациях можно разводиться с женой. По сути, ответ Христа содержит в себе изрядную долю обличения. С его помощью он как бы говорит своим оппонентам, «Вы прекрасно знаете священное писание, закон и многочисленные предания своей традиции. Однако вы настолько закостенели в своем состоянии, что просто не в силах увидеть очевиднейшие ответы на простейшие вопросы». Что это за состояние, которое не позволяло фарисеям видеть мир в правильном ракурсе? Речь идет о самомнении, когда человек не сомневается в своем интеллектуальном и духовном совершенстве. На окружающих он смотрит свысока, о себе думает, что абсолютно все и обо всем на свете знает. Это очень трагичная ситуация, ведь такой человек перестает познавать, учиться, развиваться. Окружающий мир и люди становятся ему просто неинтересны. Он искренне не понимает, что они могут ему предложить, ведь он и так все знает и во всем разбирается. А потому, каких бы интеллектуальных и духовных высот такой человек до этого не достиг, его ум со временем теряет гибкость, становится костным, его сердце скукоживается и засыхает. По сути, это симптомы надвигающейся духовной и интеллектуальной смерти. Поэтому Христос во второй части отрывка призывает всех своих последователей уподобиться детям. В отличие от скучающего взрослого сноба, который уверен, что знает абсолютно все на этом свете, для которого нет никаких тайн, ребенок еще способен многому удивляться. Для него в этой жизни остается множество загадок. А потому он предельно открыт окружающему миру, людям и Богу. Он еще готов слушать. Готов подвергать сомнению собственный опыт. А ведь все это и есть условия настоящего как интеллектуального, так и духовного познания и развития. Эти два образа, образ костных фарисеев и образ детей, прекрасно иллюстрируют нам, какова цель нашей духовной жизни. Некоторые скажут, что это накопление интеллектуальной и духовной мудрости. Чтобы ее приобрести, мы читаем назидательные книги, соблюдаем церковный устав, стараемся вести внимательную внутреннюю жизнь. Это верно, но только отчасти. Ведь если мы формулируем цель таким образом, то однажды может наступить момент, когда мы присытимся и начнем скучать. Все, теперь-то я во всем разобрался. Я специалист, пойду учить окружающих. Чем в этом случае мы будем отличаться от евангельских фарисеев? Поэтому Господь и корректирует эту цель. Наша главная задача – приобрести детское состояние открытости перед людьми, миром и Богом, а также ощущение того, что этот мир исполнен тайн своего Творца. Не все из них нам открыты, и перед некоторыми нам просто стоит склониться в благоговейном молчании. А потому дай же нам, Господи, стяжать это душевное расположение, чтобы та мудрость и то истинное знание, которые Ты готов даровать человеку, стали однажды, пусть и незаметно для нас, достоянием нашего ума и нашего сердца. Евангелие день за днем